Жду кровопролития и мясорубки ужасные, потому что обе стороны полны решимости одержать победу, а так как речь идёт не о победе в шахматах или в футболе, то эта победа будет оплачена жизнями ещё десятков, может быть, сотен тысяч внуков и правнуков советских солдат, которые с обеих сторон фронта убивают друг друга. — Как вы думаете, удастся ли в ближайшее время кому-то всё-таки получить какое-то преимущество? Вот я сейчас читал разные американские СМИ, там ждут наступления от Украины. Ну, понятно, в российских СМИ всё время говорят о том, что вот-вот Россия перейдёт в какое-то серьёзное контрнаступление. Ждёте как-то от победы? — В американских СМИ тоже говорят про Россию, даже фотографии публикуют там каких-то танков и что-то ещё где-то опубликованное. Я человек не военный, и не знаю, военный ли вы, я думаю, тоже не слишком, наверное, военный. Поэтому обсуждать наступление успешное, неуспешное, предоставим это, не знаю, Стрелкову, Шурыгину, понимаете, и ещё тем людям, которые, по крайней мере, хоть как-то профессионально с этим делом связаны. Военный, но я человек образованный, читал в своей жизни много чего и бывал на войнах тоже. Не в качестве солдата или того, кто убивает, а в качестве журналиста, правозащитника, наблюдателя за страданиями людей. И могу сказать, что военное дело, оно такое. Там есть фактор подготовки и накопления сил, но есть и очень важный фактор того, что называется высшая сила. И по относителю любого сражения предсказать можно только одно. Это будет убийство огромного количества людей. Храбрых, сражающихся, презирающих смерть, готовых идти навстречу смерти с обеих сторон фронта. И большая часть этих людей умрёт. А генералы, сидящие далеко от линии фронта, или в современной войне банкиры, которые зарабатывают на тем, что инвестируют в войну, а война это так иначе выгодный бизнес, не с точки зрения продажи оружия, а влияния на рынки, котировки и так далее, заработают. Вот и всё. Я знаю, что это то, что будет. А что там будет под Бахмутом или под Углидаром или где-то ещё? Я думаю, что будет Верден. Огромный Верден, где одна сторона пойдёт вперёд, будут огромные потери, потом другая сторона пойдёт назад, и в итоге всё остановится. Или Корея. Вот как было в Корее. Сначала Северная Корея прошла, потом американцы высадились, дошли до Пхеньяна, потом пришли китайцы, потом погибли миллионы людей, потом все встали опять на той же 38-й параллели, где всё и начиналось. Северная Корея. Северная Корея. Северная Корея. Продолжение следует...